Дарья Кананухи Дарья Глинникова, пообещавшего жениться на Екатерине Никулиной, экс-супруге Николая Фоменко, актрисы Марии Голубкиной, телеведущей Алены Водонаевой, музыканта Никиты Преснякова и режиссера Федора Бондарчука. А солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков отважится на еще более ответственный шаг – венчание. Все подробности о грандиозности церемоний в местах их проведения, звездных избранниках и приглашенных знаменитостях в нашем сегодняшнем обзоре. Нюша и Игорь Силов О том, что наставница четвертого сезона шоу «Голос дети» певица Нюша наконец решилась пойти под венец, стало известно в январе этого года. Избранником артистки стал чиновник Игорь Силов, который старше ее на 10 лет. По словам Нюши, они с женихом решили, что свадьба не будет пышной, при этом скромным мероприятие тоже назвать сложно, поскольку певица планирует стоять перед алтарем на Мальдивских островах. Кстати, девичник Нюши прошел в Париже, куда она отправилась вместе со своими подругами на несколько дней. А сейчас невеста решает, в какого цвета платьях будут ее подружки. «Я выбираю между бледно-брусничным и бледно-персиковым», делилась певица со своей сводной сестрой, олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной. Но на днях в прессе появилась информация о том, что Нюша и Игорь Сивов уже расписались. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов в Казани. Журналисты опубликовали снимок, на котором певица и чиновник сидят за столиком в ресторане и о чем-то мило общаются. По всей видимости, влюбленные отмечали бракосочетание. Никита Пресняков и Алена Краснова Среди золотой молодежи, главной свадьбой этого лета, вне всяких сомнений, можно назвать бракосочетание внука Аллы Пугачевой и его избранницы. Торжественное событие состоится совсем скоро, 27 июля, в кругу близких, приглашено всего около 200 гостей. Организации торжества оставили заниматься маму Никиты, Кристину Арбакайте, а сами молодые улетели в романтическое путешествие в Испанию. К слову, после официальной регистрации отношений в ЗАГСе, Пресняковым будет где жить. Сразу после того, как Пресняков-младший вернулся в Россию из США, где учился на режиссера, он получил в подарок квартиру на Лубянке стоимостью 60 миллионов рублей. Кроме того, когда Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина и переехала к нему в замок, внук артистки стал хозяином ее особняка в поселке Малые Бережки. Так что без крыши над головой Никита и Алена не останутся. Илья Глинников и Екатерина Никулина Пожалуй, Илья Глинников – самый удачливый из всех героев шоу «Холостяк». В отличие от других звездных «Холостяков», за сердца которых боролись полтора десятка девушек, актеру интернов, похоже, действительно удалось найти свою любовь. Сразу после выхода в эфир заключительной серии проекта, Глинников и победительница шоу Екатерина Никулина заявили, что намерены в ближайшее время съехаться, а в дальнейших планах пожениться и венчаться. В одном из интервью Глинников признался, «Мы все делаем вместе. Смотрим фильмы, читаем книги, разговариваем по 10 часов или спорим, в каком году был написан роман «Сто лет одиночества». Удивлен тому, как Катя обо мне заботилась, когда я оказался на костылях. Она божественно готовит. По утрам я ем самые вкусные каши, а на ужин – просто ресторанную еду. Мы завели даже двух собак, породы Грифона. После того, как посмотрели фильм, лучше не бывает». Сейчас на правой руке Никулиной красуется помолочное кольцо. Однако дату свадьбы влюбленные пока так и не озвучили. Единственное, что известно, она состоится этим летом. Дарья Конануха и Михаил А вот среди участниц холостяка это лето, пожалуй, станет самым запоминающимся для победительницы третьего сезона Дарьи Конанухи. Свадьба финалистки проекта и ее избранника, 23-летнего юриста Михаила, состоится в июле. Кстати, чтобы определиться с датой торжественного события, Дарья даже обратилась к астрологу. Определившись благоприятными днями, финалистка шоу «Холостяк» и ее будущий супруг решили зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе в один из этих дней, а торжество перенести. Чтобы не возить всех гостей из ЗАГСа на банкет, считая это прошлым веком, будет красивая выездная регистрация. Прекрасный ведущий, которая скажет слова именно для нас, а не заученный текст, который говорят в ЗАГСе паром, проходящим конвейером, написала Дарья в своем инстаграме. К слову, после окончания проекта «Холостяк», в котором герой сезона Тимур Батруддинов выбрал в качестве своей будущей невесты Конануху, организаторы передачи признали, что отношения между влюбленными были исключительно партнерскими. Итак, контракт закончен, Даша и Тимур никогда не были вместе. Даша сразу вернулась в Казань, а Тимур приступил к своей работе. Мария Голубкина и Борис Ливанов Еще одни жених и невеста этого лета 43-летние актеры Мария Голубкина и Борис Ливанов. Безграничной любви к внуку легендарного Василия Ливанова, экс-супруга Николая Фоменко, открыто призналась всего пару месяцев назад, а уже в конце июня стало известно, что молодые собираются пожениться. Как оказалось, Мария и Борис знакомы еще с детства. Они были хорошими друзьями во время учебы в театральном институте, но после окончания щуки их пути разошлись. Через несколько лет стало известно, что Борис признан виновным и осужден за убийство. Но этот факт сейчас Марию Голубкину, похоже, совершенно не смущает. Мы встретились вновь уже на новом жизненном витке, свободные и еще не совсем старые, рассказала в одном из интервью счастливая невеста. Кстати, Мария призналась в интервью журналу «Семь дней», что несмотря на свой возраст, хотела бы родить Борису детей. Паулина Андреева и Федор Бондарчук Самой долгожданной свадьбой этого лета в киношной тусовке безусловно считается свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Влюбленные познакомились осенью 2015 года и между ними сразу же вспыхнули чувства. Из-за нападок хейтеров, обвинивших Андрееву в развале семьи Бондарчуков, она отказалась от социальных сетей и перестала общаться с журналистами. Впервые как пара Паулина и Федор Сергеевич вышли в свет во время фестиваля «Кинотавр» в 2016 году, а на «Кинотавре» в 2017 уже появились в статусе жениха и невесты. Несмотря на то, что актриса и режиссер практически не дают совместных интервью прессе, друзья пары иногда рассказывают подробности их совместной жизни. «Я не раз наблюдал Андреева и Бондарчука в домашней обстановке. Рядом с Федором Паулина стала спокойнее и увереннее в себе. Она любит и любима. А что может быть важнее?» поделился хороший друг пары Вадим Верник. Алена Водонаева и Алексей Косинус Практически с каждым своим возлюбленным Алена Водонаева планировала пойти под венец. И вот после миллиона неудачных попыток она наконец добилась своей цели. В апреле этого года Алена стала встречаться с питерским музыкантом Алексеем Косинусом известным под псевдонимом The Skulls. Новый бойфренд спустя несколько месяцев после знакомства сделал знаменитости предложения руки и сердца. К такому выводу пришли поклонники Водонаевой после того, как она опубликовала в инстаграм пота из ЗАГСа. Кроме того, своими снимками в социальных сетях Алена дала понять фанатам, что переехала к Алексею в новую квартиру в Санкт-Петербурге, где сейчас идет ремонт. До этого влюбленные жили буквально на два города. К слову, пять дней назад Водонаева разместила очередное фото со своим молодым человеком и заявила «До осени я на вопросы не отвечаю». Хотя и так уже все понятно. Большинство поклонников тут же решили, что свадьба Алены и Алексея состоится либо осенью, либо летом и пожелали влюбленным счастья. Сергей Жуков и Регина Бурт В отличие от артистов, упомянутых выше, Сергей Жуков и его возлюбленная Регина Бурт уже 10 лет женаты. Но этим летом супруги решились на другой ответственный шаг – венчание. «Мы долго шли к важному решению. Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещенным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом призналась счастливая Регина. На признание Жукова и Бурт на Таинстве будут присутствовать только их родственники и близкие друзья. К слову, венчаться супруги будут в храме Большого Вознесения у Никитских ворот, где несколько столетий назад скрепили свой союз российский поэт Александр Пушкин и его возлюбленная Наталья Кончарова. Как видим, лето в зените и обещает быть ярким не только благодаря жаркому солнцу, еще свежей зелени и буйному цветению городских клумб, но и грандиозным событиям в жизни звезд шоу-бизнеса. Искренне желаем им удачи в новом статусе. Пусть создание семьи этим летом добавит света, тепла и цветения в их жизнь. Горько, ребята! И будьте счастливы! 1, 2, 3, 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok